На встрече в Брестском облсполкоме собрались представители деловых кругов Бреста и страны-соседки. Обсуждались вопросы, касающиеся различных сфер деятельности и сотрудничества культурно-гуманитарного и социально-экономического празднования тысячелетия областного центра, реализации продукции и кооперации. В целом показатели неплохие. Торговый оборот между странами за последний год увеличился. По большому счету экономические результаты работы, они об этом говорят. И товарооборот, и валовый продукт, и соответственно рост экономики, и рост заработной платы и так далее. Все экономические параметры, они сегодня в плюсе у нашей совместной экономики. В кооперации, в доступности рынков, в количестве создаваемых совместных предприятий. То есть это не только отмирается газом и нефтью, но есть огромное количество других экономических индикаторов, которые показывают о том, что, еще раз повторюсь, задачи, которые стояли в 2018 году, достаточно успешно решены. Российский рынок для нас является основным рынком по всем видам реализации нашей продукции. Поэтому мы заинтересованы тем, чтобы наши связи и в дальнейшем были такие же надежные и наоборот развивались. Главным пунктом посещения российского политика стало одно из ведущих брестских предприятий, которое занимается производством газовых, газоэлектрических, электрических, кухонных плит и встраиваемой техники. Торговая марка «Гефест» известна во многих уголках мира. Предприятия осуществляют поставки в бывшие страны Советского Союза, частично в Прибалтику и Европу. Основным экспортным рынком сбыта был и остается рынок России. К примеру, при выпускаемых в год 800 тысячах плит, 600 тысяч уходят на рынок России. Единственным вопросом является то, что комплектация на варочные поверхности электрические нам приходится закупать в Европе. Отечественных производителей ни на территории Сен-Гене, ни на территории Белоруссии нет. Поэтому это и ограничивает наши возможности в том, что мы не можем свободно конкурировать в ценовом сегменте с иностранными производителями, которые сегодня являются основными поставщиками встраиваемой техники на рынок Российской Федерации. Это не первый визит российского политика на Брестскую землю. В октябре прошлого года Михаил Бабич побывал на двух ведущих предприятиях пищевой отрасли. Задача сегодняшней поездки – та же, наиболее тесное знакомство с брестскими предприятиями с целью развития и укрепления партнерских отношений.